О вере и о смиренно-мудрее. Желаешь ли ты, человек малый, обрести жизнь? Сохрани в себе веру и смирение, потому что ими приобрящешь милость и помощь и словеса, изрекаемые в сердце Богом, а также Хранителя, сокровенно и явно с тобою пребывающего. Желаешь ли приобрести сие, то есть общение и жизнь? Ходи пред Богом в простоте, а не в знании. За простотою следует вера, а за утонченностью и извращением помыслов — самомнение. За самомнением же — удаление от Бога. Когда предстанешь в молитве пред Бога, саделайся в помысли своем, как бы муравьем, как бы присмыкающимся по земле, как бы пиявицею и как бы немыцтвующим ребенком. Не говори пред Богом чего-либо от знаний, но мыслями младенческими приближайся к Нему и ходи пред Ним, чтобы сподобиться тебе того отеческого промышления, какое отцы имеют о детях своих, младенцах. Сказано «Храняй, младенцы, Господь!» Псалом 114, стих 5. Младенец подходит к змее, берет ее за шею, и она не делает ему вреда. Ногим ходит младенец целую зиму, когда другие одеты и укрыты, и холод входит во все члены его. Ногой сидит он в день холода, зимний стужи и изморози и неболезны, ибо тело простоты его иным невидимым одеянием покрывает сокровенный промысл, соблюдающий нежные члены его, чтобы не приблизился к ним от чего-либо вред. Веришь ли теперь, что есть некий сокровенный промысл, которым нежное тело по своей нежности и немощному житию готовы тотчас принять в себя всякий вред охраняется среди сопротивному ему и не преодолевается тем. Сказано, «Храняй, младенцы, Господь!» И не только сих малых телом, но и тех мудрых в мире, которые оставили ведение свое, оперлись на онную вседавлеющую премудрость, волею своею уподобились младенцам и потом уже стали учиться оной мудрости, неощущаемой в трудах обучения. И прекрасно сказал Богомудрый Павел, «Кто мнится мудр быть и в мире сем, буй добывает, якуда премудр будет». Первое послание Коринфянам, глава 3 стих 18. «Впрочем, проси у Бога, чтобы дал тебе прийти в меру веры. И если ощутишь в душе свои наслаждения сие, то нетрудно сказать мне при всем, что нечему уже отвратить тебя от Христа. И нетрудно тебе каждый час быть отводимым в плен далеко от земного и укрыться от этого немощного мира и от воспоминаний о том, что в мире». Асем молись неленностно, всего и спрашивай с горячностью, об этом умоляй с великим рачением, пока не получишь. И еще молись, чтобы не ослабеть. Сподобишься же этого, если прежде с верою понудишь себя попеченье свое возвергнуть на Бога и свою попечительность заменишь Его промышлением. И тогда Бог усмотрит в тебе сию волю, что ты со всей чистотой мыслей доверился самому Богу более, нежели себе самому, и понудил себя уповать на Бога более, нежели на душу свою. Тогда вселится в тебе оная недоведомая сила и ощутительно почувствуешь, что с тобою, несомненно, сила, та сила, которую, ощутив в себе, многие идут в огонь и не боятся, и, ходя по водам, не колеблются в помысли своим опасениям потонуть, потому что вера укрепляет душевные чувства. И человек ощущает в себе, что как будто нечто невидимое убеждает его не внимать виденью вещей страшных и не взирать на виденье, невыносимое для чувств. Конечно, думается тебе, что сим душевным ведением иной приемлет оное духовное ведение. Не только невозможно сим душевным ведением приять оное духовное, но даже нет возможности ощутить его и чувством или сподобиться его кому-либо из ревностно упражняющихся в ведении душевном. И если некоторые из них желают приблизиться к оному духовному ведению, то пока не отрекутся от всего душевного и от всяких изворотов его тонкостей и многосложных его способов и не поставят себя в младенческий образ мыслей, да то ли невозмогут приблизиться, хотя мало к ведению духовному. Напротив того, великим препятствием бывают для них навык и понятие душевного ведения пока не изгладят сего мало-помалу. Оное духовное ведение просто и не происеевает помыслы душевных. Пока разум не освободится от помыслов многих и не придет в единую простоту чистоты, да то ли невозможно ощутить духовного ведения. Вот порядок всего ведения. Ощутить наслаждение оною жизнью онного века, почему охуждает оно помыслы многих. Сие же душевное ведение, кроме множества помыслов, не может познавать что-либо другое, приемлемое в простоте ума по слову изрекшего «Аще не обратитесь, и будете яко дети, не можете войти в Царствие Божие». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3. Но вот многие не приходят в простоту сию, а по добрым делам их уповаем, что соблюдается им часть в Царстве Небесном, как из уразумения евангельских блаженств, которые Господь изобразил различно. Может быть нами дознано, что сими блаженствами показал нам многие изменения в разных родах жития, потому что каждый человек на всяком пути, каким шествует к Богу, сам всеми мерами отверзает пред Собою дверь Небесного Царствия. Но он его духовного ведения никто не может приять, если не обратиться и не будет как дитя. Ибо с всего только времени ощущается онное услаждение Небесным Царствием. О Царствии Небесном говорят, что оно есть духовное созерцание. И не делами помыслов обретается оно, но может быть вкушаемо по благодать. И пока не очистит себя человек, не имеет он достаточных сил и слышать о нем, потому что никто не может приобрести онного изучением. Если ты, чадо, достигнешь чистоты сердца, производимый верою безмолвии от людей, и позабудешь знание мира сего, так что не будешь и ощущать его, то внезапно обретется пред тобою духовное ведение, без разыскания о нем. Поставь, говорят, столб и возливай на него елей, и найдешь сокровище в недре своем. Если же удерживаешься вервею, то есть веревкой душевного знания, то не неуместно мне сказать, что удобнее тебе освободиться от железных уз, нежели от этого верве, и всегда будешь недалек от сетей прелести, и никогда не уразумеешь, как возыметь дерзновение пред Господом и упование на него, на всякий же час будешь ходить по острию меча, и никоим образом не возможешь быть без печали. В немощи и простоте молись, чтобы хорошо жить тебе пред Богом и быть без попечения, ибо как тень следует за телом, так и милость за смиренно мудрием. Наконец, если желаешь заняться этим, то никак не подавай руки немощным помыслам. Если всякий вред, всякая злоба и все опасности окружают и будут устрашать тебя, не заботься о всем и не ставь всего ни во что. Если однажды верил ты себя Господу, вседовлеющему для охранения твоего и смотрения о тебе, и если пойдешь во след его, то не заботься опять о чем-либо таковом, но скажи душе своей, на всякое дело давляет для меня того, кому единожды предал я душу свою. Меня здесь нет, он это знает. Тогда на деле увидишь чудеса Божии. Увидишь, как во всякое время Бог близок, чтобы избавлять боящихся Его, и как Его промысл окружает их, хотя и невидим. Но потому, что невидим телесными очами Хранитель, пребывающий с тобою, не должен ты сомневаться о нем, будто бы его нет, ибо нередко открывается он и телесным очам, чтобы тебе благодушевствовать. Как скоро человек отринет от себя всякую видимую помощь и человеческую надежду и с верою и чистым сердцем пойдет во след Богу, тотчас последует за Ним благодать и открывает Ему силу свою в различных вспоможениях. Сперва открывает в этом явном касающемся до тела и оказывает Ему помощь промышлением о Нем, чтобы в этом всего более мог он восчувствовать силу о Нем Божие промысла. И уразумением явного уверяется и в сокровенном, как и свойственном младенчеству его мысли и житью его, ибо как уготовляется потребное для Него, когда о том и не заботился. Многие удары, приближающиеся к Нему, часто исполненные опасностей, проходят мимо, когда человек о них и не помышлял. Между тем, благодать неощутимо и весьма чудесно отражает от Него это и хранит его, как питающая чад своих птица, которая распростирает над ними крылья свои, чтобы не приблизился к ним от чего-либо вред. благодать благодать дает ему видеть очами своими, как близка была к нему погибель его и как остался он невредимым. Так обучает его и в рассуждение сокровенного открывает пред ним хитро сплетение мыслей и помыслов трудных непостижимых и легко сыскивается человеком значение их, взаимная между ними связь и прелесть их и к которому из сих помыслов прилеплен человек, как они рождаются один от другого и губят душу. И благодать посрамляет пред очами его всю злокозненность демонов и убежище помыслов их влагает в него смысл уразумевать будущее в простоте его высеивает сокровенный свет чтобы вполне ощущать силу понятий в тонких помыслах и как бы перстом указует ему что потерпел бы он если бы не дознался его и тогда рождается у него отсюда та мысль что всякую вещь малую и великую должны ему в молитве и спрашивать себе у создателя своего когда божественная благодать утвердит мысли его чтобы во всем этом уповал он на бога тогда мало по малу начинает он входить в искушение и благодать попускает чтобы насылаемы были на него искушения соответственны его мере чтобы понести человеку силу их и всех искушениях ощутительно приближается к нему помощь чтобы благодушествовал он пока обучится постепенно и приобретет мудрость и в уповании на бога станет презирать врагов своих ибо умудрится человеку в духовных бранях познать своего промыслителя ощутить бога своего и сокровенно утвердиться в вере в него невозможно иначе как только по силе выдержанного им испытания благодать как скоро усмотрит что в помысле человека начало появляться несколько самомнений и стал он высоко о себе думать тотчас попускает чтобы усилились и укрепились против него искушения пока не познает свою немощь не бежит и не емлется в осмирении за бога сим приходит человек в меру мужа совершенного верою и упованием на сына божия и возвышается до любви ибо чудная любовь божия к человеку познается когда бывает он в обстоятельствах разрушающих надежду его здесь бог силу свою показует в спасении его ибо никогда человек не познает силы божьей в покое и свободе и нигде бог не являл ощутительно действенности своей как только в стране безмолвия и в пустыне в местах лишенных сходбищ и молвы бывающей в обитании с людьми не не дивись что когда приступаешь к добродетели от всюду источаются на тебя жестокие и сильные скорби потому что и добродетелю не почитается та совершение которой не сопровождаются трудностью дел ибо посему самому как сказал святой Иоанн она и наименована добродетелью добродетели говорит обычно встречать затруднение она достойна порицания когда привязана к покою блаженный монах Марк сказал всякая совершенная добродетель именуется крестом когда исполняет заповедь духа посему то все хотящие жить и в страхе Господнем и о Христе и Иисусе гонимы будут второе послание к Тимофею глава 3 стих 12 ибо говорит он аще кто хочет по мне идти да отвержится себе и возьмет крест свой и по мне грядет Евангелие от Марка глава 8 стих 34 кто не хочет жить в покое тот погубив душу свою мини ради обрящет ю Евангелие от Матфея глава 16 стих 25 для того предварил он тебя и предложил тебе крест чтобы ты определил себе смерть и потом уже послал душу свою идти во след его учат не как отчаяние оно не знает чтобы кто победил его десны ли то или шу ими когда человек в мысли своей лишит свою жизнь надежды Тогда нет ничего дерзостнее его. Никто из врагов не может противостать ему, и нет скорби, слух о которой привел бы в изнеможение мудрование его, потому что всякая приключающаяся скорбь легче смерти, а он подклонил голову, чтобы принять на себя смерть. Если во всяком месте, на всяком деле, во всякое время, во всем, что не захотел бы ты совершить, будешь в мыслях своих предполагать цель и дел и печали, то не только во всякое время окажешься благодушным и неленивым, чтобы противостать всякому представляющемуся тебе неудобству, но от сих помыслов твоих побегут от тебя устрашающие и ужасающие тебя мысли, обыкновенно порождаемые онами к покою устремленными помыслами. И все, что встречается тебе трудного и неудобного, покажется тебе удобным и легким. Нередко будет встречаться с тобою противное тому, чего ты ожидал, а, быть может, никогда не встретится с тобою ничего подобного. Знаешь, что надежда покоя во все времена заставляла людей забывать великое благое и добродетели. Но и те, которые в мире семь живут для тела, не могут вполне достигать исполнения желаний своих, если не решаются в уме своем терпеть неприятное. И поэлику свидетельствуют о сем опыт, то не нужно убеждать в этом словами. Потому-то и прежде нас, и до ныне, не от иного чего, но от всего именно люди изнемогают и не только не одерживают победы, но даже лишаются наилучшего. Посему, скажем, короче, что если человек не брежет о Царстве Небесном, то разве по надежде малого здешнего утешения? И не это одно бывает с ним, но часто сильные удары и страшные искушения уготовляются всякому человеку, внимательному к своей воле, и к этому идут помыслы его, потому что правит ими похоть. Кто не знает, что и птицы приближаются к сети, имея в виду покой? Воподобление знанию птиц немногого, может быть, недостает и нашему знанию о том, что сокровенно или бывает прикрыто обстоятельствами, местом или чем иным, чем только дьявол изначало уловляет нас обещанием покоя и мыслями о нем. Но, имея в мыслях то, чтобы речь текла по желанию, уклонился я от цели, какую предположил Слово Своему в начале, а именно, что во всякое время должно нам в мыслях своих предполагать цель скорби во всяком деле, с какой хотим начать путь ко Господу, и конец совершения пути тщательно утверждать на этом начале. Как часто человек, когда хочет начать что-либо ради Господа, спрашивает так, есть ли в этом покой? Нет ли возможности удобно пройти с ним путем без труда? Или, может быть, есть на нем скорби, причиняющие томление телу? Вот как везде, всеми мерами, домогаемся мы покоя. Что говоришь ты, человек? Желаешь зайти на небо, приять тамошнее царство, общение с Богом, упокоение в тамошнем блаженстве, общение с ангелами, жизнь бессмертную, и спрашиваешь, есть ли на пути этом труд? Чудное дело. Желающие того, что есть в этом приходящем веке, переплывают страшные волны морские, отваживаются проходить путями неудобопроходимыми, и вовсе не говорят, что есть труд или печаль в том, что хотят сделать. А мы на всяком месте допытываемся о покое. Но если во всякое время будем представлять в уме путь крестный, то размыслим, какая печаль не легче этого пути. Или, может быть, найдется человек, вовсе не убедившийся в том, что никто никогда не одержал победы на брани, не получал даже тленного венца, не достиг исполнения своего желания, хотя оно было и похвально, не послужил ничем в делах Божиих, не преуспел ни в одной из достохвальных добродетелей, если не оказался сперва пренебрегшим трудами скорбей, и не допустил до сближения с собою мысли, побуждающей к покою, которая порождает нерадение, ленность и боязнь, а через них во всем расслабление. Когда ум возревнует о добродетели, тогда и внешние чувства, как то зрение, слух, обоняние, вкус и осязание не уступают над собою победы таким трудностям, которые для них чужды, необычны, выходят из предела сил естественных. А если вовремя обнаружить свою деятельность естественная раздражительность, то телесная жизнь бывает пренебрегаема, паче уметов, то есть ссора. Ибо когда сердце возревнует духом, тело не печалится о скорбях, не приходит в боязнь и не сжимается от страха, но ум, как адамант, своей твердостью противостоит в нем всем искушениям. Поревнуем и мы духовную ревностью о воле Иисусовой и отгнано будет от нас всякое нерадение, порождающее в мыслях нашу ленность, потому что ревность рождает отважность, душевную силу и телесную рачительность. Какая сила бывает в демонах, когда душа подвигнет против них свою природную сильную ревность, а также и усердие называется порождением ревности. И когда оно приводит в действие свою силу, придает в душе крепость всякой силе, соделавшейся не боязненную, а и самоевенцы исповедничества, какие приемлют подвижники и мученики терпением своим, приобретаются семи-двумя деланиями ревности и усердие, порождаемых силою естественной раздражительности. Тогда люди в лютой скорби мучений делаются бесстрашными. Да даст Бог и нам такое усердие благо угождать ему. Аминь. Слово пятидесятое. О пользе бегства от мира. Подлинно, упорно, трудна и неудобна борьба, предстоящая нам в делах житейских. Сколько бы не мог человек саделаться непобедимым и крепким, как скоро приближается к нему то, что служит причиной прирожения брани и подвигов, не оставляет его страх и угрожает ему скорым падением даже более, нежели при явной брани с дьяволом. Поэтому, пока человек не удаляется от того, чего боится сердце его, врагу всегда есть удобство напасть на него. И если немного задремлет он, враг легко погубит его. Ибо, когда душа связана вредными сношениями с миром, самоисношения сии делаются для него острыми рожнами и, как скоро встречает их, как бы естественным образом уступает над собою победу. И потому древние отцы наши, проходившие сими стезями, зная, что ум наш не во всякое время возможно и в состоянии будет неуклонно стоять на одном месте и блюсти стражбу свою, в иное же время не может и усмотреть того, что вредит ему, премудро рассуждали и, как в оружие, облекались в нестяжательность, которая, как написано, свободна от многих барений, чтобы таким образом своей скудостью человек мог избавиться от многих грехопадений и уходили в пустыню, где нет житейских занятий, служащих причину и страстей, чтобы, когда случится им изнемочь, не встречать причин к падениям, разумею же раздражение, пожелание, злопамятность, славу, но чтобы все это и прочее соделало легким пустыню, ибо ею укрепляли и ограждали они себя как непреаборимым столпом. И тогда каждый из них мог совершить подвиг свой в безмолвии, где чувства не находили себе помощи для содействия нашему противоборнику встречи с чем-либо вредным. Лучше нам встретить смерть в подвиге, нежели жить в падении. Слово пятьдесят первое о том, посредством чего можно человеку с изменением внешнего образа жизни приобрести изменения в сокровенных мыслях. Пока человек пребывает в нестяжательности, непрестанно приходит ему на мысль приселение из жизни. И прилагает он всегда попечение свое о жизни по воскресенье. Во всякое время промышляет о всяком там уготовании и приобретает терпение, бегает всякой чести и телесного покоя, посеваемого в помысли его. И помысл о пренебрежении мира ежечасно животрепещет в уме его. И благодушен он в уме своем. И приобретает во всякое время крепкое сердце, чтобы встретить всякую опасность и всякий страх, причиняющий смерть. Даже не боится и смерти, потому что ежечасно устремляет на нее взор, как на нечто приближающееся, и ожидает ее. Попечение же его с несомненным вполне упованием возвергнуто на Бога. И если встретится ему скорби, то он как бы уверен и точно знает, что скорби доставят ему венец и терпит их со всякую радостью, принимает их с весельем и радованием, ибо знает, что сам Бог по причинам полезным предназначает ему он и в своем неявном для нас домостроительстве. Если же случится ему по действию и ухищрению оного мудреца на всякое зло, по какой-либо причине приобрести что-либо приходящее, то все ежечас в душе его начинает пробуждаться любовь к телу. Помышляет он о долгой жизни, ежечасно в нем возникают и приходят в силу помыслы о плотском покое, превозмогает над ним телесное и изыскивает сам в себе, невозможно ли ему как бы то ни было иметь у себя все, что составляет для него этот покой, и выходит он из этой свободы неподчинения помыслам страха, а оттого при всяком случае останавливается на мыслях приводящих в боязнь и придумывает причины к страху, потому что отнята у него эта твердость сердца, какую приобрел он, когда в своей нестяжательности был выше мира и какую обогащался в душе своей, как наследник мира, по мере того, что приобретал он, подвергается же он страху по закону и домостроительству, определенному Богом. На служение чему уготованы бывают члены наши, тому и порабощаемся, и, по слову апостола, повинны бываем работать со всяким страхом. Прежде всех страстей самолюбие, прежде всех добродетелей, пренебрежения покоем. Кто тело свое придает покою, тот в стране мира причиняет ему скорбь. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом старости и воздыхает в последние дни свои. Как тому, у кого голова в воде, невозможно вдыхать в себя тонкого воздуха, разливающегося в этом пустом недре, так и тому, кто погружает мысль свою в здешние заботы, невозможно вдыхать в себя ощущение онного нового мира. Как воня смерти расстраивает телесный состав, так и непристойное зрелище мир ума. Как невозможно, чтобы в одном теле были здравие и болезнь, и одно не расстраивалось другим, так невозможно, чтобы в одном доме были множество денег и любовь, и одно не вредило другому. Как стекло не может оставаться целым при столкновении с находящимся поблизости камнем, так и святой, когда бывает вместе, надолго остается и беседует с женою, не может прибыть в чистоте своей и не осквернится. Как с корнем вырываются деревья с сильным и постоянным притоком вод, так искореняется и любовь к миру в сердце притоком искушений, устремленных на тело. Как лекарства истребляют нечистоту худых соков в теле, так и жестокость скорбей очищает сердце от лукавых страстей. Как мертвец не может издавать запаха, ощущаемого от живых, так и душа инока, погребенного в безмолвии, как в гробе, лишена того веяния, какое обыкновенно наподобие дыма появляется при ощущении чего бы то ни было находящегося в употреблении у людей. Как невозможно остаться невредимым тому, кто щадит своего врага на поле битвы, так невозможно и подвижнику душу свою избавить от погибели, если щадит он тело свое. Как юная дева поражается страшными зрелищами и, предаваясь бегству, держится за края одежды своих родителей, призывая их на помощь, так и душа в какой мере утесняется и сокрушается страхом искушений, спешит прилепиться к Богу, призывая его в непрестанной молитве. И пока искушения продолжают одно за другим нападать на нее, умножает моление, а как скоро получает опять освобождение, предается парению мыслей. Как предаваемым в руки судьям для наказания за злодеяние, если они, как скоро приближаются к пыткам, смирятся и немедленно сознаются в неправде своей, наказание уменьшается и вскоре по малых скорбях избавляются они от суда. Если же какие преступники бывают упорны и не сознаются, то подвергают их новым пыткам и напоследок после многих истязаний, когда тело их покрыто бывает ранами, хотя и сознаются они невольно, но не получают от того никакой пользы, так и мы, когда за прегрешения наши неосмотрительно нами сделаны, милосердие придает нас в руки праведного всех судьи и повелевает распростереть нас под жезлом искушений, чтобы облегчить тамошние наказания наши, если как скоро приблизится к нам жезл судьи, смиримся, вспомним свои неправды и принесем в них исповедание карающим у нас, по кратковременных искушениях вскоре избавимся, а если ожесточимся в скорбях своих и не исповедуем, что действительно виновны в таковых грехах и достойны потерпеть еще и большие сих скорби напротив того, станем обвинять людей, а иногда бесов, в иное же время и Божию правду и утверждать, что мы невиновны в таких делах, и это будем помышлять и говорить, а не помыслим, что Бог лучше нас самих знает и ведает нас, что суды его по всей земле и без его повеления не наказывается человек, то все случающееся с нами будет причинять нам непрестанную печаль, скорби наши увеличатся, и одна после другой будут они подобно веревке связывать нас, пока не познаем себя, не смиримся и не почувствуем беззаконий своих, ибо не почувствовав их, невозможно нам дойти до исправления. И напоследок, обремененные множеством скорбей, без пользы для себя будем приносить исповедание, когда обыкновенно уже не бывает утешения. Но сие в вас чувствовать грехи свои есть дарование, которое подается нам Богом, когда Бог видит, что утомлены мы многообразными искушениями. И тогда входит нам на мысль, чтобы при всех несчастьях и скорбях наших не отойти нам из мира сего, не получив для себя никакой пользы. И то, что не уразумеваем грехов своих, бывает не по трудности искушений, но по неведению. нередко иные, находясь в подобных сему обстоятельствах, отходят из мира сего виновными и не исповедавшимися в своих грехах, но отрицающимися от них и обвиняющими других. Милосердый же Бог того ожидал, чтобы простить их и сделать им облегчение, если бы только смирились, и не только сделал бы облегчение их искушений, но простил бы им и прегрешение, умилостившись и малым сердечным исповеданием, как иной, принеся великий дар царю, награждается от него ласковым взором, так и тому, кто имеет в молитве свои слезы, великий царь веков Бог прощает всякую меру грехопадений и награждает его благоволительным взором. Как овца, выходя из ограды и скитаясь по пастбищу, останавливается у логовища волков, так и монах, отлучающийся от собрания друзей своих под предлогом пребывания в безмолвии, встречает постоянно зрелище, уходит от них и приближается к ним и проходит в городах по позорищам, то есть театральным представлениям. Как человек, который на раменах своих несет многоценную жемчужину и идет путем, на котором есть разбойники и о котором носится худая молва, ежечасно бывает в страхе, чтобы не подвергнуться нападению. Так и тот, кто несет бисер целомудрия и шествует в мире на этом вражеском пути не имеет надежды избавиться от разбойников, пока не придет в обитель гроба, то есть в страну упования. И может ли не страшиться тот, кто несет с собою драгоценную жемчужину? Так и этот не знает в каком месте, откуда и в какой час подсматривают за ним и лишат его внезапно надежды его. И в дверях дома своего, то есть во время старости своей, будет он ограблен. Как человек, который пьет вино в день плача, упившись, забывает всякую печаль о своем трудном положении, так и упоенной любовью Божией всем мире, то есть в доме рыдания, забывает все свои труды и печали и по причине своего упоения делается бесчувственным ко всем греховным страстям. Сердце его подкрепляется надеждою на Бога. Душа его легка, как пернатая птица. Ум его ежечасно возносится от земли, превыше всего человеческого парит своими помыслами и наслаждается бессмертием у Всевышнего. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Слово пятьдесят второе о ночном бдении и о различных способах его делания. Когда пожелаешь стать на служение бдения, тогда при содействии Божьем поступи, как скажу тебе. Преклони по обычаю колено твои и восстань и не тотчас начинай службу твою, но когда помолишься сперва и совершишь молитву и запечатлеешь сердце свое и члены свои животворящим знамением креста, стой несколько времени молча, пока успокоятся чувства твои и утихнут помыслы твои. После всего возведи внутренний взор свой ко Господу и с печалью умоляй его укрепить немощь твою, чтобы стихословие твое и мысли сердца твоего соделались благоугодными святой его воли и безмолвно молись в сердце твоем, говоря так «Ты, Господи Иисусе Божий мой, презирающий на тварь свою, Ты, которому явны страсти мои и немощь естества нашего и силы супостата нашего, Ты сам укрой меня от злобы его, потому что сила его могущественна, а естество наше бедственна и сила наша немощна. Посему Ты, благий, который знаешь немощь нашу и понес на себе трудности нашего бессилия, сохрани меня от мятежа помыслов и от потопа страстей и соделай меня достойным сей святой службы, чтобы мне страстями своими не растлить ее сладости и не оказаться пред Тобою бесстыдным и дерзким. Должно же нам со всею свободу вести себя во время службы нашей без всякой детской и смущенной мысли. А если увидим, что времени немного и до окончания службы застигнет нас утро, то по доброй воле сведениям оставим из обычного правила одну или две славы, чтобы не было места смятению, отчего утратился бы вкус службы нашей и не в должном порядке стали бы мы читать псалмы первого часа. Если когда отправляешь службу, помысл заговорит в тебе и станет тебе нашептывать, поспеши несколько, ибо дело у тебя умножается. Скорее освободишься. Ты не приобщайся к всему помыслу. А если сильнее будет беспокоить тебя этим, то воротись тотчас назад на одну славу или насколько хочешь, и каждый стих, заключающий в себе вид молитвы, с размышлением повторяй многократно. Если опять будет смущать и стеснять тебя помысл, оставь стихословие и скажи. Желаю не слова вычислять, но обители достигнуть, ибо всякую стезею, какую не поведешь меня, пойду скоро. Он и народ, сливший тельца в пустыне, сорок лет ходил по ней, переходя горы и холмы, восходя на них и нисходя с них, а землю обетования не видел даже издалека. Если же, когда пребываешь в обдении, продолжительное стояние одолевает тебя своей долговременностью, и изнеможешь от бессилия, и скажет тебе помысл, вернее же сказать, злохитренный проговорит в помысли, как в змеи, окончи, потому что не можешь стоять, то отвечай ему, нет, но посижу одну кофизму, это лучше сна, и если язык мой молчит и не выговаривает псалма, ум же поучается с Богом в молитве и в собеседовании с Ним, то бодрствование полезнее всякого сна. Ни стояние, ни стихословие одних псалмов не есть всецелое бдение. Напротив того, иной всю ночь проводят во псалмах, другой в покаянии, молитвах умиленных и земных поклонах, а иной в слезах и рыдании о своих грехопадениях. Об одном из наших отцов говорят, что сорок лет молитву его составляла одна речь, согрешил я как человек, ты прости как Бог. И отцы слышали, как он с печалью твердил этот стих, а между тем плакал и не умолкал, и сия одна молитва заменяла у него службу днем и ночью. И еще, иной малую часть вечера стихословит, остаток же ночи проводит в пении тропарей, а другой словословие и чтений. Некто же поставил себе правилом не преклонять колен подобно тому, на кого нападал блудный помысл. Богу же нашему слава и держава во веки веков. Аминь. г adoles эээ're эээ г